Дорогие друзья! Всем Маткульт привет! Это новости ноября. Они немножко раньше, чем мы планировали. Обычно мы новости выпускаем в 20-х числах. Но! Дело в том, что их уже дофига накопилось, и как-то странно было бы ждать, пока их будет сотня. Так что 13 новостей на данный момент актуальных перед вами. Первая новость. Мои друзья! Школково! На самом деле я теперь тоже часть Школково. Поэтому мы все вместе приглашаем вас, дорогие школьники, на недельный онлайн-интенсив перед муниципальным этапом в Сероса. Я всегда говорю, что подготовиться к Олимпиаде невозможно, потому что просто нужно все время сидеть и решать задачи. Поэтому такой вот интенсив, он не заменит, если вы полгода задачи решали. Это, естественно, никак не заменит. Но, возможно, поможет вам как-то собраться с мыслями перед самым стартом. Да, вот так настроить себя. И победить. Вот. Так что вот занятия с 11 по 17 ноября, то есть буквально с сегодняшнего дня, для 6-11 классов, совершенно бесплатно записывайтесь туда. Там будет проверка, домашнее задание, все на свете. Вот здесь по ссылке информация, куда надо пойти и что надо сделать, чтобы попасть на этот интенсив. И удачи всем в Олимпиаде. Далее, новость номер 2. Я тут съездил в Морозный Екатеринбург. Это было 2 ноября. У меня должна была быть там лекция, но ее отменили из-за общей истерии. Но у меня должно было быть интервью агентству знак.ком, и его никто не отменил. Оно состоялось. Мы очень хорошо поговорили с Антоном Юлаевым. И он выпустил офигеннейшее, совершенно жесткое такое интервью про состояние нашей школы. Где я, правда, совершил одну ошибку. Фактическую ошибку. А может и не одну, но одну точно. Я сказал, что данные о том, какой процент школьников сдавал экзамены по тому или иному предмету, недоступны. Что Минпрос их скрывает. Я оказался не прав. Минпрос их не скрывает. Есть сайт, на котором они существуют. Пожалуйте сюда и смотрите на них. Но в целом интервью, по-моему, оказалось очень таким резонансным. Там очень много тем затронуты разных. Даже колонел Касат у себя его пропастил. За что огромное спасибо Борису. Александру Владимировичу Шевкину. Тоже спасибо. Он его прокомментировал у себя на Дзен. Как это сказать? Там Яндекс Дзене. Вот. Тоже с комментариями. Ну и все, кому вот эти высказанные мной мысли покажутся, ну, какими-то такими, как бы, правильными, созвучными их собственным идеям. Пожалуйста, тоже дальше распространяйте эту информацию. Я уже точно знаю. Я точно совершенно знаю, что ее прочли буквально на самом верху. Почему я это знаю? Я скажу в третьей новости. Новость номер три. Логическое продолжение предыдущей состоит в том, что по итогу выхода этого интервью мне позвонил заместитель Кравцова и сказал, его зовут Артем. Он раньше был учителем информатики, я еще с ним был, как бы, тогда знаком. И он, значит, теперь получил должность там и в департаменте. Сказал, что готов ответить на некоторые вопросы по Министерству просвещения и что не надо всех собак на Министерство просвещения вешать. Вот так вот. Такая вот интересная ситуация возникла. Ну, конечно, я его позвал, потому что мы же не, как сказать, мы не оппозиционеры ради оппозиции. Мы хотим, чтобы ситуация поменялась. Если окажется, что там не все собаки висят на Минпросе, а там две трети собак висят на других людях, ну, прекрасно. Значит, так и выяснится. Значит, мы это признаем. А я признаю свою ошибку. В общем, завтра встреча с Артемом Проскурневым на канале Миши Богданова. У него канал по вопросам образования, который он постоянно ведет. Конкретно просто про это он на это заточен, этот канал. И будут присутствовать также, значит, сам Миша, я, Артем и еще, значит, два человека. Паша Иванов, которого вы уже видели здесь. И Сева Воронов, у которого есть целый ряд вопросов в Министерство просвещения, и который их озвучит. Это мой друг, он живет и работает в Майкопе. Вот, у нас будет такой стрим на пятерых. Завтра в 12 часов дня. Вот на канале, который внизу указан. Туда заходите и присоединяйтесь к этому стриму. Ближе к делу, может быть, уже будет ссылка, когда мы опубликуем новости. Может, она уже будет. А если нет, заходите на канал. Вот здесь я взял избранные четыре, такие четыре самые классные последнего времени беседы. Про то, как спасать массовую школу на этом канале. Ну и, соответственно, на этот канал заходите, там, на главную страничку и найдете, где присоединиться к стриму. Вот, завтра в 12.00, 12 ноября. Очень легко запомнить. Четвертая новость. Завтра же, 12 ноября, будет большой продолжительный стрим на канале Спец. Стрим называется «Трагедия массовой школы». Я один из участников. Там еще будут разные известные личности. Будут приходить, стримить, некоторое время уходить. Одни приходить, другие уходить. Мое появление намечается примерно на 18.40. И я там буду до 17.20. Ну, а физически, наверное, подожду еще, посмотрю, как Александр Владимирович Шевкин будет сразу после меня выступать. Так что тоже заходите. Там уже ссылка на канале есть. Вот она тут вот, внизу в описании. Милости просим посмотреть, что кто думает, что кто говорит. Пятое. Гастроли! Наконец-то состоится хоть что-то! Пятого, простите, пятнадцатого ноября, в понедельник ближайший, в девятнадцать ноль ноль в пространстве Дом Печати, улица Осипенко, 81, в городе Тюмень состоится моя лекция. Лекция будет, по-моему, по теме теории игр вокруг нас. Честно говоря, я забыл, но по ссылке вы увидите название. К сожалению, в данный момент все места полностью заняты, но там можно вписаться в некий список ожидания. И если в субботу-воскресенье организаторы этой лекции обзвонят записавшихся, узнают, что кто-то не придет, тут же будут из списка ожидания обратно включать в списки присутствующих. Для входа, значит, не требуется ни ПЦР-тест, ничего такого, но требуется, значит, знать свою фамилию, ну вот как продиктовать там, по регистрации, когда вы зарегистрируетесь. И маску нужно, маску. Ну, намордники сейчас, значит, к сожалению, требуются просто везде в мире. Вот, ну вот тут, ну я думаю, что маски у всех есть. Салихард! 16 ноября рано утром в 7.00 из аэропорта города Тюмень я вылетаю в город Салихард. Да, я никогда в жизни не был в Салихарде. Уже был в Ямало-Ненецком, я в Ноябрьске был с лекцией один раз. Но в Ноябрьске это самый юг Ямало-Ненецкого округа. А Салихард это столица и самый север это то место, где он впадает в Карское море. Надеюсь, что я не ошибся. В Карское море, да. Вот, в общем, это Ямало, это Заполярье. Я надеюсь на полярное сияние, а главное на лыжи беговые, потому что там уже все готово, там уже дофига снега и так далее. Но главное, да, что там будет лекция. Лекция будет 12 часов дня по местному времени. МБОУ, средняя общая образовательная школа номер 2. По адресу город Салихард, улица Комсомольская, дом 23. Вот там требуются, по-моему, какие-то то ли QR-коды, то ли, в общем, ну, короче, так, вот здесь надо мне узнать. Я точно не помню, ПЦР и QR-коды требуются или нет, но я дам телефон организатора. Вот здесь будет телефон организатора. Позвоните и спросите, если вы собираетесь от меня прийти туда. Это будет лекция для учителей. Но отдельно там, ну, я не знаю, может, в Салихарде есть один-два моих поклонника. Вот, тогда можно прийти в 12 часов дня. Берите отгул и приходите. Вот так. Салатеев в Салихарде. Наконец. Дальше состоится экономикон Агу. Ну, еще до этого будет мое выступление в Сириусе, но оно не в счет, потому что туда нельзя попасть. Значит, экономикон Агу с 29 ноября по 3 декабря. Это мое личное детище. Это то, что раньше было байкальскими чтениями и МАСЭПом. Междисциплинарный анализ социально-экономических процессов. Теперь все это переехало в Майкоп. И там я стал этим руководить. Дауд Казбекович обоими руками за. Так что всем адыгам. Но вряд ли кто-то приедет не из Адыгеи в Майкоп специально для этого мероприятия. Хотя оно будет высочайше уровня. Я думаю, что ни один там экономический форум, даже с участием там Путина или там Трампа, он даже близко не стоял рядом с тем уровнем, который будет у нас. Честно, кстати, я не вру. Поэтому, если кто хотите, все приезжайте к нам. Всех пустим смотреть и слушать лекции замечательных ведущих специалистов. И всем адыгам я говорю ВИМАФЭШЕРН. То есть добро пожаловать на наш Экономикон АГУ. Конкретные дни работы это 30 ноября и 1 декабря. А второго, кстати, продолжатся съемки с Муратом Куканом, которые тогда отменились из-за того, что он коронавирусом болел. Далее, параллельно с Экономиконом АГУ, состоится Олимпиада Лобачевского в Казани. Ну, там меня не будет, но она вообще в этом году по-прежнему онлайн. К сожалению. Тем не менее, регистрируйтесь сюда. Это студенческая Олимпиада. Там столько-то студентов допускается и столько-то магистрантов. Там, по-моему, один аспирант можно. Но надо все подробности вот здесь по ссылке получить. Вся Россия. Участвуйте. Все города присоединяйтесь. Это очень крутая Олимпиада с очень хорошими, интересными задачами. Вот. Так что записывайтесь и побеждайте Олимпиаду Лобачевского в Казани. Девять. Перед вами стоит, на самом деле, начальник или научный руководитель или директор. Я даже не знаю, как правильно сказать. Но, в общем, в одном лице все три. Камского математического центра. Тоже, получается, КМЦ, да? В Адыгее КМЦ и в Набережных Челнах тоже. Но я даже предлагал назвать КАМАЦ, потому что там КАМАЦ находится, да? Но вроде как все равно удобнее сокращать до КМЦ. Так что теперь целых два КМЦ, и я в обоих научный руководитель. Так вот, от этого замечательного КАМского математического центра, где уже вовсю идут занятия с детьми, будет 7 декабря. 7 декабря будут две или три моих лекции. Так что следите обязательно за новостями. Объявления мы еще напишем. Одна из них точно будет, ну, куда-то можно будет войти, там, для, я думаю, что без проблем прийти по паспорту. Ну, в общем, я договорюсь, если кто из Набережных Челнов или Нижнекамска захочет прийти на лекцию, я думаю, мы без проблем договоримся. Так что следите за объявлениями дальше, не здесь, в аннотации, а ближе к 7 декабря, на, например, у нас ВКонтакте. 10. Вышло несколько интервью, в том числе один фильм, прям фильм на канале, на телевидении, на канале Спас. Вышел фильм «Дорога к Богу», фильм про мою жизнь и судьбу. Ну, кое-что там немножко домыслили, получилось не очень красиво, но в целом фильм получился очень хороший. Ну, те, кто знают, там, историю моей жизни сразу поймут, что там немножко передернули, но те, кто не знают, просто могут рассматривать это как художественный фильм, вот, о судьбе верующего ученого. Ну, вот, так что приглашаю всех просмотров, вот здесь по ссылке. На Авроре вышел стрим с Кибердедом совместный, тоже по ссылке, а на Специи вышло еще одно интервью. Значит, рейтинги развала России, называется, в моем исполнении. Еще есть целый ряд каких-то видео, которые за это время вышли, я уже, если честно, не помню, уже счет потерял, я не успеваю их все записывать. Так что просто ищите Саватеев, и все вам будет там, из интернета все это будет вываливаться, если захотите слушать в моем исполнении, там, тельные философские вопросы, социальные, там, государственные и т.д. Что это такое? Ну, конечно, большинство уже знает. Это книга «Математика для гуманитариев». До какого-то момента мы пытались ее продавать в массовых порядках от себя по 500 рублей, но в конце концов мы сломались, потому что огромное количество действий, которые надо было все время выполнять для того, чтобы там, кому подписать как, там, как-то скоординироваться, заполнить, сходить на почту, отправить, превосходило все мысли и усилия. Все люди, кто этим занимался, сдались, и мы на некоторое время просто приостановили процесс, но потом нам начали писать. Писали там, Алексей, можно хоть за какие-то деньги ее приобрести? Я говорю, типа, мы ее не торгуем, мы не торгуем. Ну, а потом как-то мы с Егором решили, ну, давай ведь тогда торговать ею за дорого, что называется. Люди, которые реально ее хотят получить с моей подписью вот в таком твердом переплете, просто тем самым помогут нашему каналу, и все. Поэтому отныне она в два раза дороже, она стоит тысячу рублей, извиняйте, если не хотите платить, спокойно идите на наш сайт саватиев.x.y.z и скачивайте ее бесплатно, мы не жлобы. Это просто для тех, кто хочет нам действительно помочь и еще и получить книжечку в подарок с подписью. Так что мы вот решили, что может быть таким образом немножко поможем каналу деньгами, все равно эти деньги как бы идут на благие цели. Вот, так что математика для гуманитариев. Пишите, мы не очень часто будем ее отправлять, где-то раз в месяц будем накапливать некоторое количество книг, да, идти на почту и отправлять. Пункт 12, последний. Патреон. Друзья мои, если вдруг кто-то из вас чувствует, что мы делаем дело-то хорошее, и чувствует какую-то благодарность и в общем не стеснем в средствах, не стеснем в средствах, да, то есть не то, что прям каждый рубль экономит, мы просим хотя бы немножко поучаствовать в помощи нам, подписаться на Патреон. Потому что, ну вот сейчас такой момент, когда мы немножко хотим поднять эти денежки, нам в общем не хватает. И, пожалуйста, вот если вы хотели, но как-то у вас руки не доходили, ну прям вот сейчас самый лучший момент взять и подписаться, и стать нашим Патреоном. Ну а тем, кто остался с нами, вот остался нам верен, я просто хочу сказать огромное спасибо, гигантское, вот настоящее человеческое спасибо. Вот, и вот конкретно сейчас будет список тех, кто нам помогал. И пока список идет, я расскажу вам очень забавную историю. Мы вернулись из Гуся Хрустального, где мы отдыхали с Мариной, Светой, Юрой и Надей. И когда мы вернулись, значит, мы сели все вечерком перед сном, ну и Марина говорит, ну что, кому что запомнилось. Ну там я говорю там про живописные трассы в лесу, то все. А Света с Юрой буквально не координируясь. Света говорит, молочные коктейли, а Юра говорит, котлета по-киевски. Вот так, экскурсия в Гусь Хрустальный. Что вам понравилось детям? Молочный коктейль и котлета по-киевски. Вот так вот. А теперь вы меня спросите, а где 13 новость? Так вот, дело в том, что пока мы ее записывали, я увидел СМС. Она оказалась некоторым мероприятием в Москве. Я получил вот так СМС и увидел, что с мероприятием есть накладки. Поэтому эту новость мы не стали даже записывать. Про мероприятие в Москве, о котором я объявлял 18-го, возможно, оно и не состоится. Если состоится, то мы как бы ВКонтакте, естественно, об этом напишем. Но, видимо, судя по этому сообщению, оно не состоится. Москва, она присягает сатанинскому мировому правительству с его этим коронавирусом. И же с ним, поэтому ничего не поделаешь. Маткульт, привет всем!